Пермская налоговая заявила об оптимизации досудебного урегулирования налоговых споров. Жалобу нужно направить вышестоящему налоговому органу. Сейчас заработает новый порядок подачи жалоб. О нем чуть подробнее сейчас поговорим с Натальей Пономаревой, представителем Управления Федеральной Налоговой Службы России по Пермскому краю. Наталья, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте, Рустан. Здравствуйте, телезрители. Наталья, в чем главное нововведение? Как определить этот новый порядок и для чего он вообще нужен? Я начну с того, что все налоговые споры подлежат обязательному досудебному урегулированию именно в вышестоящем налоговом органе, то есть управлении по субъекту, это включая жалобы на действия или бездействия его должностных лиц. Сразу обжаловать решение инспекции в суд, минуя управление, нельзя. Изначально жалобу необходимо адресовать вышестоящему налоговому органу, но подать уже через свою инспекцию, чье решение будет обжаловаться. Сейчас для налогоплательщиков появилась возможность получать решение по жалобе, а также иные документы, принятые в ходе досудебного урегулирования по телекоммуникационным каналам связи без посещения налогового органа. Такой порядок предусматривает новую форму направления именно в электронном виде по ТКС. Соответственно, все документы, все решения, которые будут приняты в рамках рассмотрения конкретной жалобы, налогоплательщик будет получать уже по ТКС. То есть все удобнее, все быстрее. А вообще, какие документы можно подавать и кто вот этот вот средний портрет, кто будет пользоваться этой услугой? Абсолютно любой налогоплательщик. То есть это можно подавать обычную жалобу, можно подавать апелляционную жалобу. Единственное, не нарушать сроки. Соответственно, уже жалоба будет рассмотрена управление. В тот момент, пока управление рассматривает жалобу, соответственно, решение не вступает в силу и инспекция не может выставить, например, требования об уплате доначисленных при проверке сумм. То есть, в принципе, этот новый порядок уже заработал. Вы сейчас будете каким-то образом обкатывать, да, еще первые тестовые какие-то, возможно, запуски? Ну, вообще, да, то есть программным обеспечением предусмотрено. Буквально это первая неделя. Конкретное количество еще не установлено. Но я думаю, что к концу месяца какая-то информация у нас уже будет о количестве направленных жалоб именно по новому порядку. Отлично. Ждем от вас статистику. Благодарю. Наталья Пономарева с нами была на связи представитель управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю. Субтитры создавал DimaTorzok